5.30 утра, Санкт-Петербург, проспект Просвещение. И я иду к открытию метро, в 5.45 оно открывается, чтобы в 7 утра мне быть на Ленинском проспекте и успеть на автобус до Кингисеппа. Еду на границу с Эстонией, в Ивангород. Проблема в том, что на маршрутке все утренние отправления билеты были проданы. За два дня я звонил, поэтому единственный шанс это доехать на автобусе до Кингисеппа и там на местном автобусе до Ивангорода. Это я уже в Кингисеппе, приехал на автобусе 842, стоит 550 рублей, а я купил за 630 заранее, чтобы место мне было гарантировано. Вот это расписание этого автобуса каждый час от Ленинского проспекта, а это расписание автобусов от Кингисеппа до Ивангорода. На этот заранее не обязательно покупать, стоит 150 рублей и можно оплатить в автобусе, даже можно оплатить банковской карточкой. Турецкий айран это лучшее средство после бурных проводов с участием алкоголя. Вот так выглядит автобус номер 51, который идет из Кингисеппа до Ивангорода. Быстро доехал до Ивангорода и иду пешком от ближайшей остановки до границы. Смысла так ехать на автобусах нет. Если есть места на маршрутке, цена такая же, 700 рублей, бы обошлась маршрутка или 750 до этого же места без пересадок. Проблема в том, что, как я и сказал, билетов не было. За два дня я звонил, на утреннее отправление их просто не было. А вечером было рискованно отправляться, поскольку граница сейчас очень-очень проблемная. С закрытием автомобильного движения все туристы и пассажиры, которые ехали раньше на автобусах и в машинах, все стоят пешком в очереди. Поэтому вот так вот выглядит закрытая граница автомобильная. И поэтому был смысл ехать как можно раньше, чтобы успеть пересечь. Говоря заранее, я уже знал, что очередь будет большая на границе. И стоял я там три часа. Маршрутки подъезжали прямо туда. Прямо передо мной подъехала одна. Вон она там разгружается. Эти люди все оказались впереди меня. Автобусы подъезжают, разгружают. И очередь была гигантская, как я и сказал. Суммарный переход границы занял почти три часа. Но других опций нету особо. К этому моменту я уже час стоял. Еще где-то час было с этой стороны. И еще почти час с переходом и проход эстонской стороны. Ну а худшая новость, вот она. Граница закрыта не на ремонт. Вот так вот это сейчас выглядит. Почти три часа. Почти три часа был переход границы. Ну а отсюда проблем больше не должно быть. Пассажиров, купивших билет на автобус, встречают прямо здесь. Везут в Таллинн. Ну а я иду пешком на вокзал. На автобусе обычно на евро два дешевле. Но следующий автобус отправится через час. А до поезда мне оставалось 20 минут. Поэтому я свободно успел на него. Купил билет онлайн. И просто оставалось прийти в него и сесть. И поезд еще так же и быстрее едет, чем автобус. На 20 минут примерно. Короче, путешествие на автобусе три часа. На поезде два часа сорок минут. И прибывает прямо в центр, ближе к моему хостелу. Чем от автовокзала было бы добираться. Купил билет. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok К другу Гене, заночую в хостеле в центре И прогуляюсь по Таллину, поснимаю наконец видео о Таллине Пребываем на железнодорожный вокзал, который, как я и говорил, очень близко к старому городу Вот такие красивые виды открываются на Таллин Надеюсь, что мне удастся сделать видео наконец о нем Небольшую прогулку мы совершили на следующее утро с Геной На этот день мое путешествие заканчивается Еду в гости, где Гена сказал, что готовит шашлык Замариновал говяжью печень И я в предвкушении жду ужина сказочного Ну а это уже утро в аэропорту И готовлюсь я к вылету на Испанию Таллинский аэропорт Один из самых организованных, приятных Хоть и небольшой аэропорт, но очень там все грамотно организовано Очень мне нравится Всегда много пространства Место всегда есть, где приятно посидеть Отдохнуть очень тихо, спокойно Один из лучших аэропортов С отличным транспортом Прямо к дверям аэропорта Трамвай подъезжает В общем, ни одного минуса в этом аэропорту я вообще не нахожу Трамвай подъезжает Самолет был переполнен И место у меня было на этот раз неудачное В полете поснимать ничего не удалось Так что это мои последние кадры Перед прилетом уже в Барселону А вот так вот меня встретила Барселона Проливным дождем и температурой всего в 15 градусов А я уж думал, куртка не понадобится Даже свитер бы не помешал бы Под этой курткой Это статуя квадратной лошади Во втором терминале аэропорта Который старый терминал Маленький и очень удобный И именно сюда прилетает Райнер Низкобюджетный терминал И как обычно всегда рекомендую Компанию Рекорд Го Это лучшая компания в Испании По ренту автомобилей Ничего похожего я не нахожу По цене я похожее нахожу По качеству нет Вот такая отличная машинка у меня Будет 3 дня Такую мне ее дали Помятую Но поскольку страховка полная Меня это абсолютно не волнует Могу еще столько же добавить И ничего платить не буду Номер прекрасный у этой машины 13.13 И я вернулся в Испанию Начинаю свое путешествие И скоро мне на работу На этом я прощаюсь Еду в Тарагоно пока А на следующий день еду в Морос за вещами